Если нация убеждается, что господствующая в государстве власть направлена не на развитие ее культурных, экономических и иных потребностей, а наоборот на их попрание, то не только правом, но и обязанностью нации является свергнуть такую власть. Даже знаю, что сейчас куча неадекватных граждан возбудилась и закипает. Ах ты, продажный агент Госдепа, к бунту призываешь? Да за экстремизм тебя привлечь немедленно нужно, но есть у нас убогие и безграмотные люди чего там. На самом деле я просто процитировал выдержку из всеобщей декларации прав человека ООН, хотя откуда людям, у которых нет ни прав, ни человечности знать о существовании данной декларации? Продавцы тупости Соловьев и Киселев об этом не рассказывают, ведь это печально. С Новым годом начинаем! Ну и раз начались разговоры об агентах Госдепа в США, пока предлагаю и остаться, очень хочу показать вам одно классное видео, скажу честно, меня ООН и растрогало, и сейчас поймете почему. Внимание на экран! С Новым годом! А вы можете себе представить, чтобы нечто подобное произошло в России? И я даже не про первое лицо сейчас говорю. Вот чтобы Собянин какой-нибудь, например, неожиданно появился в некоем хосписе в костюме Деда Мороза и с мешком подарков, или спикер Госдумы Володин. А вот на этих кадрах вы только что видели 44-го американского президента. Человек никуда не избирается. К слову, это я для тех умников уточнил, которые до предвыборную кампанию ведет, поди. Ребят, Барак Обама уже всего добился. Он один из величайших президентов, одной из величайших держав и останется таковым навсегда. Президенты в Штатах не бывают бывшими, потому что чё ему пиариться? А вот у нас даже в период предвыборной кампании тех кандидатов фиг где увидишь. Вместо них какие-то доверенные лица с народом встречаются, как правило, повторюсь, даже не про царя-батюшку речь. Там-то всё понятно. В нашей стране ведь и князья попроще. Статусом прислугу вместо себя к людям отправляют. Доведите, так сказать, до холопов моё барское суждение. Вы знаете, мы эту тему выносим в качестве заглавной уже не первый брифинг. Тем более, сейчас поступило большое количество вопросов от средств массовой информации. Вот пример как раз. Эту мадам сегодня знает вся страна. Почему? Потому что по телевизору её показывают чаще, чем Аллу Пугачёву. Каждую неделю эта леди собирает журналистов. Кадры данного мероприятия вы только что видели. А знаете, как официальное мероприятие называется? Прочувствуйте. Еженедельный брифинг Марии Захаровой. Теперь к чему я это? А давайте просто подумаем, кто такая Мария Захарова. Она что, министр? Или может быть заместитель министра? Или может быть человек, на котором лежит ответственность за принятие тех или иных решений в МИДе? Нет. Она просто пресс-секретарь. То есть никто, по сути, если что-то пойдёт не так в Лавровском ведомстве, с неё вообще взятки гладкие. Мы не сказали, я передала. По факту слова этой женщины не имеют никакого веса. Слушайте, ну с таким же успехом уборщица какого-нибудь чинуши может пресс-конференции собирать. А чё такого? Так и живём. Никто ни за что не отвечает, зато строим какую-то демократию 20 лет. Это реальная журналистика. Никто и ни за что. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Кстати, классную фразу тут на днях вычитал. Если чиновники в России говорят, что ситуация стабилизировалась, это значит, что народ просто привык к хреновой жизни. Давайте договоримся. Я вот своих коллег, их работу не комментирую. А я обсуждаю. И вот не смог пройти мимо этого события в конце декабря. Прям под самый Новый год. Самое загадочное, самое честное и самое патриотичное теледиво нашей страны Екатерина Андреева, кстати, гражданка Черногории, дала большое интервью вражеской телекомпании BBC и рассказала им там, как у нас тут всё устроено, но она-то точно знает. Начнём потихоньку. Вас часто называют при этом лицом пропагандой. Почему так? Ну, потому что мы работаем уже не в то время, когда идут такие глобальные перемены, а вот эта как раз стабильность, она у многих ассоциируется именно с тем, что это пропаганда. На самом деле, это, конечно, не пропаганда, это просто новость. Там нет никаких оценок, нет никакого такого желания показать зрителям, нет делать его так или делать его так. И ведь не поспоришь даже. Просто новость. Их люди освещают события как есть. Ну, давайте посмотрим. Сергей Собянин встретился с победителями и их тренерами. Судебное разбирательство продолжается в отношении Алексея Навального. Сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что Алексей Навальный мог незаконно получить... Хотя вот по этому поводу, буду честен, госпожа Андреева там оговорилась, мол, надо понимать, что мы работаем на государственном канале, и акцент редактура расставляет определенным образом. С другой стороны, госканал, конечно, госканалом, однако в данном случае речь идет об избирательной кампании, а в период выборов в демократическом государстве никаких государственных СМИ быть не может перед избирателями. Все равны, это даже в Конституции прописано. Впрочем, давайте сделаем вид, что журналистка просто не знала об этом. Просто нужно, я не знаю какая, но нужно на митинге запрашивать разрешение, а не непровокационно их устраивать, когда тебе его не дали. Надо добиваться своих целей цивилизованным путем, не провоцировать. Так может они бы в эфире радостно вышли, рассказали, и не нужен был бы митинг? Ну может быть, может и рассказали бы, у них есть телеканал Дождь, они там рассказывают. А вот тут буду более категоричен. Во-первых, что значит на митинге нужно получать разрешение? Митинги в РФ по закону носят уведомительный характер. Уведомил власти, пошел митинговать. Никакого разрешения получать не нужно. Новостейщица с 20-летним стажем не может об этом не знать. Ну и во-вторых, а вот это раздраконило. Просто у них есть свой телеканал Дождь, пусть идут туда. У кого у них? У граждан России. А ничего, что первый канал за счет наших налогов содержится. Или как денег надо, так мы с вами. А как в эфир позвать, идите в другое место. Вот что касается пенсионной реформы, у меня здесь очень ярко выраженное мнение, которое вряд ли я поменяю. Потому что я действительно считаю, что пенсионный возраст надо увеличивать. Нечего женщинам в 55 лет становиться бабушками, пенсионерками. Это бред. Во-первых, сейчас продолжительность жизни увеличивается. Здоровый образ жизни побеждает. Ну, тут, ребят, я склонен верить, что человек искренне не понимает, почему огромное количество российских женщин зачастую отказывают себе в устрицах и хорошем шампанском на ужин. Или не посещают по утрам стилиста. Только как ведущая Екатерина Сергеевна получает около 1 миллиона рублей в месяц. Это официальный оклад. Плюс там еще всякие надбавки, коэффициенты. Дальше. Уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, он опасен для здоровья. Я себя очень люблю для того, чтобы не давать разрушать свои нейронные связи в мозге тем, кто агрессивничает с экрана. Ну, тут-то вообще все понятно. Кто создает агрессию на тех экранах? Ну, конечно, Навальный. Ну, конечно, Трамп. И даже я со своими котами-оболтусами Нискобеевых же в этом обвинять. Честное слово. Хорошо. Вот вы сказали, коррупционные расследования Навального. Вообще, коррупционные расследования – хорошая штука. У него было несколько неплохих. На первом мы про это не рассказывали. Ну, наверное, не рассказывали. Достаточно крупные. Я считаю, надо проверять. Государство на такие вещи должно реагировать. Но оно не реагирует. Но должно. Но должно. Должно. И если он лжет, его надо выставить лжецом. А если он говорит правду, значит, должны быть наказаны те, кто виноват. Кстати, очень хорошо данный ответ вписался в концепцию первой части нашего выпуска. Никто и ни за что не отвечает. Собственно, теледиво-то все интервью в таком ключе себя и ведет. Я не я, а хата не моя. Это вопрос. Не ко мне. Тут я тоже не при делах. В СМИ пишут, что сотрудники Первого канала ходят в инвестицию президента, получают методички по освещению тех или иных событий. Вы на таких встречах были? Нет. Методички когда-нибудь видели? Нет. Вот мы тут одну нашли. Просто. 14-й год. Март. Тема Украина. Основные линии информационной работы. Атмосфера беззакония, нарастающий хаос, нацисты на ключевых госпостах. Ну, слушайте, давайте это не будем обсуждать. Я не видела, я не знаю, что это мне. Нет, мне такое не давали. Даже мне, в бытность мою, простым корреспондентам на гораздо более скромном госканале, нежели первый, то давали, а вот госпожа Андреева и нет. Ладно, будем закругляться. Если честно, ну, я в очередной раз убедился в том, что искренности в наших пропагандистах не больше, чем накоплений в швейцарском банке у моего соседа-алкоголика, а самое грустное. Что вот это интервью стало еще одним доказательством. Сегодняшние российские элиты – это люди, которым откровенно все равно, что дальше будет с этой страной. Человек живет в Европе. Сюда приезжает только на работу с акцентом, говорит, скоро начнет, блин, и год-то начинает со свиньей, подложат, ведь все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-канал сверху, подписывайтесь, в соцсетях тоже жду. Присылайте темы, поднимем и обсудим. Засим спешу откланяться, пока, пока!